Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы и продолжаем главу Хукат. Мы находились во втором году в пустыне и разбирали законы о рыжей корове. И теперь прошло много лет, больше 38 лет. Мы находимся в пустыне Цинна, на же Кадеш. Мы пришли сюда из Эссен-Гевера и здесь мы прожили 19 лет. И вот наступил последний год в пустыне 2488. Наступило 10 число первого месяца, как мы знаем из нашей устной традиции и умирает Мирьям. Ей 125 лет и написано, что не стало воды. Нет воды. Народ требует у Машея Гарона в воду. Это не первый случай. Мы уже знаем, когда мы вышли из моря, прошли среди моря в пустыню. Через три дня мы уже были в море. Мору назвали так, потому что не было воды хорошей. Была горькая вода, нам было нечего пить и мы требовались к Маше в воду. Маше возмолился Всевышнему. Всевышний сказал, возьми дерево, брось воду, будет вода. И вода стала пресной, мы пили. Все стало хорошо. Прошел месяц. Мы находились в Рефидиме, прошли много разных испытаний и тут опять не стало воды. Мы на Маше уже готовы его забить камнями. Он виноват, нас вывел из Египта, ты отвечаешь. Всевышний говорит Маше, возьми посох свой и стукни по скале на глазах всего народа. Маше стукнул посохом по скале, пошла вода, пили все люди, животные, все хорошо. Мы там все проявили, что требовали объяснить, где Бог, есть ли Бог среди нас или нет. И получили страшное наказание. Малек пришел, нас убивал. И вот теперь совершенно другое испытание. Мы уже изучали Тору 39 лет из первых уст с такими прекрасными учителями, с Маше, с Агроном, с Элязаром Койном, с Этомаром Койном, с Егошевым, с величайшими мудрецами, со всеми родичальными колен, старейшинами. Мудрецы Торы. Воды нет. Мы должны просить Всевышнего, мы знаем, что нам делать. Просить у Всевышнего воду. И мы опять идем к Маше и к Агрону и требуем воду. То есть все равно, будучи мудрецами, мы не выдерживаем испытания. Всевышний говорит, возьми свой посох у всего народа, на глазах, подойдите к скале и скажите скале, чтобы дала воду. Скажите и все. Но мы Маше так довели, что он говорит, говорит нам, слушайте строптивые, не из этой или из скалы излечь нам для вас воду. И ударил по скале, вода еле засочилась. Мы говорим, ты хочешь напоить этим столько людей и животных? Маше ударил еще раз по скале, Всевышний пожалел, дал воду. И сказал Всевышний Маше, за то, что вы не явили святость мою на глазах у всего народа. Так поступили. Вы теперь не приведете этот народ в страну, в которую вы идете. Вы умрете здесь. То есть Маше так и говорит нам. Из-за вас на меня разгневался Бог, сказал, ты тоже не уйдешь в страну. Это место называется вода Распри. Меймерива. Вот такое у нас страшное испытание. У нас были три вещи. Заслугу наших мудрецов. Заслугу Мирьям был дал колодец. Мирьям, который с нами ходил все эти годы по пустыне. Заслугу Агрона нам были даны облака славы, которые нас охраняли все эти 40 лет. Мы жили в прекрасных условиях в пустыне. Они как кондиционер работали. Не подпускали к нам врагов, не стрелы врагов. Ничего. Мы в очень хороших условиях жили. И в заслугу Маше нам Всевышний подарил Манн. То есть мы жили в шикарных условиях. Что мы из этого учим? Что испытания нам приходят, даже будучи просто мудрецами Торы. Мы тоже в любой момент можем оступиться. То есть стать из праведника грешником одно мгновение. То есть если человек совершает грех, он тоже становится абсолютным грешником. Но как только совершит покаяние, он должен был назван совершенным праведником. Так это работает. Видно по-другому невозможно. Что все время подниматься, подниматься, подниматься и нигде не оступиться. Это совсем непросто. Это мало людей, кому это вообще удается. Если бы Маше не сказал нам, не из этой ли скалы, извлечь нам для вас воду. Ну как может человек извлечь воду? Очевидно он должен бы сказать, из этой скалы вам Всевышний сейчас даст воду. Наверное так. Или он нас назвал строптивыми. Хотя мы наверное это заслужили. Может за эти слова. Или потому что он бил посохом по скале, а не сказал, чтобы скала дала воду. Мудрецы разные варианты рассматривают данной ситуации. В принципе если так подумать, ну за что они заслужили такой смерти. Не заслужили войти в страну. Вот. Что-то они сделали не так. И естественно если бы кто-то сделал из нас такое действие, вряд ли было бы такое наказание. Но они были такие праведники большие, что с них спрашиваются на толщину волоса. А всему виной мы конечно. Они ради нас жили, но ничего. Нам надо работать над собой. Будем работать над собой. И не будут страдать за нас наши праведники. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мир бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Палинапер бот Соня Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен Софья, Двойра бот Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Маэль, Евгений бен Берта, Евгений бот Клара, Вадим бен Татьяна, Юлия бот Белла, Замалдзел Парнаса Згула, Ирина бот Ри, Арона Ребен Ри, за хороший шедух Арона Ребен Двойра, Денис бен Ахум, Авигаль бот Сара. Делитесь этим видео со своими друзьями, кто хочет помолиться за здоровье или за другое что-то, пишите. Помогает, не знаю как это работает, но мы учим Тору, читаем Всевышний, это все делает за нас. Главное нам учить Тору. Всем всего самого лучшего, надеюсь, завтра встретимся в 15.30, как сегодня. До встречи.